Всем большой привет! С вами Настя и вы на канале Тоскана Бэкс. Мы с вами уже как-то обсуждали стиль принцессы Дианы, королевы Елизаветы, Жаклин Кеннеди. Но, между прочим, в тот же период у нас были свои первые леди. Как же одевались они? Давайте сегодня об этом и поговорим. Итак, разговор сегодня у нас пойдет о трех женщинах. Нине Хрущевой, Виктории Брежневой и Раисе Крапачевой. Первые леди всегда были под прицелами камер. Поэтому и старались соответствовать своим мужьям. Кстати, кто-то из них слыл модницей, а кто-то наоборот. Но давайте, конечно же, посмотрим фотографии. Начнем с Нины Хрущевой. Есть такой культовый снимок, где Нина Хрущева изображена вместе с первой леди США, Жаклин Кеннеди. И многие ругают Нину Хрущеву за то, что она одета просто и по-крестьянски, немного даже по-бабьи, на фоне элегантной и подтянутой Жаклин Кеннеди. Она, конечно же, считается иконой стиля. Конечно, Нину Хрущеву и Жаклин Кеннеди очень часто сравнивали. Но, конечно, такое сравнение нельзя назвать корректным. Как минимум, потому что Нина Хрущева была старше Жаклин на целых 29 лет. Да и жизнь они провели абсолютно по-разному. Нина Хрущева была дочерью крестьян, а затем преподавательницей партийной школы. Именно там она, кстати, и познакомилась со своим будущим мужем. Кстати, очень интересно, что официально свой брак они зарегистрировали только спустя 40 лет, уже после отправки Никиты Хрущева на пенсию. Нина пережила революцию и две войны, переболела ТИФом и воспитывала пять детей. Троих собственных и двоих от первого брака Никиты. Ну и, конечно же, как любая советская женщина, держала на себе дом. При этом она, кстати, была очень хорошо образована и знала пять языков. Конечно же, в плане стиля Нина заметно проигрывала своим современницам. Отсутствие макияжа и небрежная укладка тоже не добавляли ей очков. А еще она очень любила платья с липоватыми принтами, которые немного напоминали домашние халаты. Зато такой народный стиль очень располагал к себе советских женщин. Они также много работали, тянули на себе дом и не могли позволить себе роскошные наряды. Поэтому Нину в народе очень любили. И хотя ее обычные принтованные платья-халаты для высоких приемов выглядели слегка провинциально, сделаны они были из натурального шелка. Кстати, над ее нарядами трудилась Нина Гуппола. Очень знаменитая модистка, которая обслуживала высшее московское общество. Ну и сегодня каждой нашей героине я решила подобрать сумку из ассортимента Тоскана Бэкс. К стилю Нины Хрущева я приметила вот такую модель. Мне кажется, в компании с удобными платьями будет смотреться отлично. Выполнена эта сумка из зернистой кожи. У нее очень мягкая форма и за счет этого она невероятно вместительная. Кстати, несмотря на свой небольшой размер. Сумка закрывается на молнию. Внутри у нее единое отделение. И на задней стенке есть карман. Он также на молнии. Напротив, спереди, два накладных кармана. Они открытого типа. И с внешней стороны еще один карман на молнию. Он находится на задней стенке сумки. У сумки есть две ручки. Можно отправиться за покупками или на выход. Например, вот так. Надеть эту сумку на сгиб локтя. Ну и в комплекте у этой модели также есть длинный ремень. По ширине он 3 сантиметра. Носим сумку на плече или в формате кроссбоди. Опция регулировки здесь тоже есть. Так что длину можно выставить оптимально. А стоимость этой модели 6850 рублей. Следующая героиня Виктория Брежнева. Со своим супругом она познакомилась во время учебы в техникуме. Кстати, в отличие от Нины Хрущевой, она совсем не интересовалась политическими делами. Но в остальном была очень схожа со своей предшественницей. Также родилась в семье рабочих и отличалась трудолюбием. Так как супруга генсековца КПСС участия в карьере мужа не принимала, то на светских приемах и выходах она появлялась очень и очень редко. Именно благодаря этому ей удалось избежать критики в свой адрес и сравнений с другими первыми леди. В общем, Виктория Брежнева посвятила себя мужу и дому. И практически жила в тени своего супруга. А когда она изредка появлялась на публике, ее наряды также выглядели достаточно скромно. Излюбленный фасон – это платье-пальто со флажным воротничком и акцентными пуговицами. А также сдержанные костюмы двойки. Но из интересного Виктория Брежнева, как и ее предшественница, имела страсть к ярким цветочным принтам. Поэтому иногда выходила и в таких платьях. Но сумку я все-таки решила подобрать сдержанную, демократичную и очень удобную. Выполнена она из зернистой кожи, дополненная интересным элементом в виде вот таких кисточек и серебряной фурнитурой. Модель закрывается на молнию. У нее единое отделение. И на задней стенке карман также на молнии. Выглядит он вот так. Напротив накладной карман открытого типа. Сюда, кстати, поместится смартфон. И с внешней стороны есть еще карманы. Один из них находится на задней стенке, закрывается на молнию. И еще один, достаточно большой и вместительный, находится спереди. Закрывается на встречную молнию и выглядит вот так. В комплекте, как вы уже могли заметить, один ремень. Он не съемный, но регулируется по длине. Поэтому сумку можно носить сразу несколькими способами. Например, вот так в коротком варианте. На плече. А также длину можно отрегулировать и надеть сумку в формате кроссбоди или на плечо в длинном варианте. Стоимость, кстати, тоже очень радует. 5 450 рублей. А вот к следующей нашей героине, Раисе Горбачевой, у советских женщин отношение было неоднозначное. Она стала лицом перестройки, которую проводил ее супруг. Много занималась общественной жизнью и благотворительностью. Она была эрудирована, очень хорошо образована и умела расположить себе. Однако не все люди считали ее эталоном и той самой первой леди. Критиковали ее за то, что она очень часто сопровождала своего мужа в зарубежных поездках и одевалась слишком стильно для того времени. В общем, наряды ее предшественниц были более народными. А это та еще модная штучка. Но, конечно же, Раиса Горбачева была первой супругой главы государства, которая понимала, что мода и внешний вид – это очень важно. Советские женщины обвиняли ее в расточительности. В народе даже ходили слухи, что наряды для нее отшивает Ивсен Лоран. Но Раиса все это отрицала и говорила, что шьется в доме моды на Кузнецком мосту. Сама она говорила, «Я не шила ни у Зайцева, ни у Ивсен Лорана. Одевала меня портниха из ателье на Кузнецком мосту». И, кстати, благодаря Раисе Горбачевой мы обязаны появлением на российских прилавках зарубежного издания «Бурда моды». Я думаю, что многим оно очень хорошо знакомо. Если вы вдруг не знаете, то это журнал с готовыми выкройками. Можно обвести свой размер и сшить себе новый наряд. Во время своей поездки в Германию Раиса Горбачева познакомилась с немецкой писательницей Энне Бурда и пригласила ее в Москву. Первый выпуск, кстати, вышел 8 марта 1988 года. Как такой символический подарок всем советским женщинам. Кстати, достать тот самый первый номер было невероятно сложно. Скупали моментально. В общем, Раиса Горбачева своим примером показывала, что советская женщина может выглядеть стильно и при этом не тратить очень много средств. Она любила трендовые костюмы с увеличенной линией плеч, легкие струящиеся блузы, а также элегантные платья и дополняла образы небольшими босоножками или лодочками. Ну и сумку такой героине, конечно же, хочется подобрать очень элегантную. Я выбрала модель молочного цвета, выполненную из зернистой кожи с такой акцентной фурнитурой золотого цвета. Необычная фурнитура здесь служит еще и замком. Открываем клапан. И здесь дополнительная молния. Внутри единое отделение и на задней стенке есть карман, который закрывается на молнию. С внешней стороны у этой модели карманов нет ни спереди, ни сзади. В комплекте у сумки два сменных ремня. Один из них покороче. Носим ее в руке, надеваем на сгиб локтя и также носим еще и на плече. Ну и не забываем, что при помощи длинного сменного ремня мы можем носить сумку в формате кроссбоди. Ремень регулируется по длине, поэтому выставляем оптимальную. А стоимость этой модели 7 970 рублей. Ну а все сумки из этого ролика и многие другие вы можете приобрести в Toskano Wax. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у менеджера или на нашем сайте. Кстати, на сайте также доступен полный каталог наших моделей. Все заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. И на этом у меня все. Напишите, кого вы бы хотели увидеть в следующем выпуске. Обязательно сделаем. До новых встреч!